Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь и это продолжение нашей карьеры за Ластер-Сити. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что у меня есть второй канал, игровой канал РНТ. Ссылочка на него есть в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересны игровые прохождения в Этсплей на Ютубе. Буду рад вас всех там увидеть. Ну и также мы запускаем небольшой такой марафон. Если под этим роликом вы набираете за быстрое время 10 лайков, то сразу же выходит следующий ролик. Если нет, то через сутки выйдет следующий ролик. Как-то так. Все зависит от вас, если вы хотите быстро увидеть следующие ролики и продолжение тем более карьеры как за Зенит, так и за Ластер-Сити. Набираем 10 лайков оперативно и сразу же выкладываю второй ролик, даже если вы за 10 минут наберете 10 лайков. Ну что же, мы сегодня переходим в следующий сезон. Я не знаю, вроде мы все как бы обсудили с вами. Я могу еще на самом деле вам показать, так сказать, по позиции, кому что интересно. Так, ну давайте вот с вратарей начнем. У нас есть и было два вратаря в этом сезоне. Это Шмейхель и Вард. Варда мы продали, он перейдет в Леванте у нас. К Шмейхелю придет Анана. Ну и вот давайте посмотрим. Шмейхель отыграл 45 матчей с 58. Остальные 13 отыграл Вард. Ну и кстати, по статистике, так если посмотреть, то Шмейхель не так уж и лучше. Всего лишь на 1 десятую отыграл, нежели чем вот Вард. Дальше у нас было очень много центральных защитников, потому что я сначала делал схему по 3 центральных защитника, потом в середине сезона пришлось изменять ее по 2. Ну в общем, Санчес у нас 38 матчей отыграл, 5,5 оценку получил. Гомес 1 голевую даже отдал, 6,0 у него оценка. Куанате, 5,5 оценка, 5,7 у Саюнцу. Орбана мы еще и продаем, хотя купили тоже в этом сезоне. Фафану вот продаем. Бенкович, так он у нас в аренде вроде да, в Кардифе играл, но мы его продадим. Он 20 матчей, это уже левые защитники отыграл Ригелон, 1 голевую даже отдал и Анхелинио отыграл 13 матчей. Рикардо Перерро, 4 голевые передачи, 44 матча отыграл, неплохо и 1 голевую отдал Костагна, отыграл он 29 матчей. Дальше у нас по опорникам, у нас здесь Ндиди и Минди, Ндиди даже гол смог забить. Вот Чудхури у нас в аренде, причем в Брайтоне, но провел он почему-то один матч, так что, к сожалению, не в ту, наверное, команду он попал, что даже там не получилось ему, главному тренеру, выделить время. Но обидно. Телеманс 2 плюс 2 за 50 матчей, один из лучших у нас сейчас центральных полузащитников, стоит 46 миллионов, интересуется, правда, Нью-Касл только. Прайд, гол плюс 4 голевые передачи, по статистике тогда же отыграл получше этот сезон, нежели чем Телеманс. То есть 4 голевые передачи отдал, 5 баллов получил, но вот у Телеманса 4, так сказать, по суммам. Дальше у нас Дьюсбери Холл, отыграл 22 матча за Лутон Таун, это, я так понимаю, там чемпионшип. 2 гола, 3 голевые передачи, но неплохо. Барнс, второй у нас левый полузащитник, потому что Мэдисон играл не на своей родной позиции. 4 гола, 3 голевые передачи, причем забил очень важный гол в финале Лиги Европы. Ну вот как-то так. Дальше справа у нас Айоза Перес, 3 плюс 2 за 32 матча, Эвертон им интересуется. Вот испанский 28-летний правый полузащитник, вот и Мэдисон, отыграл слева, иногда мы его все-таки ставили на его родную позицию атакующего полузащитника. 10 голов, 8 голевых передач, мне кажется, очень даже неплохо. Ундер, 5 плюс 8 за 44 игры. Дальше Лаутаро Мартинес, хотя про которого я говорил, что он не очень-то и вписался, но за полсезона забил 17 голов, отдал 10 голевых передач. Практически как, ну вот посмотрите, если бы так же отыграл, как у нас Джейми Варди, 50 матчей, мне кажется, Лаутаро Мартинес был бы лучше в статистике, тем более, но он и по средней оценке лучше, чем Джейми Варди. Один матч отыграл за Лейпциг и Хианачо, как-то тоже не нашли ему время, и Хирц отыграл 13 матчей, забил 3 гола за Роттерхэм Юнайтед, но в любом случае их мы будем продавать. Все, на этом мы заканчиваем, переходим в следующий сезон, к нам сейчас присоединится Анана, также придут вернуться, я надеюсь, из аренды наши игроки, мы их продадим, и надеюсь, там нахватит денежек на покупку Тима Вернера. Бормут, Норвич, Брэнфорд теперь в премьер-лиге, Бёрнли, Фулхам и Весбромич отправляются в чемпионшип. Итак, вот, Андреа Нана, наш новый вратарь, вместо Варда мы его подписали, ну и будем немножечко его наигрывать, как основного уже вратаря, потому что Мехель тоже уже в возрасте таком, но там уже будет от всего этого зависеть. Цели в сезоне. Как насчет того, чтобы попытаться выиграть Лигу? Давайте, я ничего не буду им говорить насчет того, что выиграть, не выиграть, нам следует попытаться получить путевку на турниры Лиги Чемпионов. Будем отталкиваться от предыдущего сезона, а не сейчас от состава, потому что, ну я не знаю, я лучше скажу, что топ-4 вот мы должны занять, потому что все-таки заняли какое-то седьмое место, и вот теперь от нас вот такие надежды сразу, ну как-то нет. Так, Унай Симон из Атлетика Бильбао за 39 миллионов переходит в Уверхэмптон, так, Анана присоединяется к нам, Бенкович вернулся в состав Лестер-Сити. Ну вот давайте сейчас и будем заниматься командой. Вот Анана вернулся, вот, так что я, ну по рыночной стоимости уж точно, вот, ну и Анана и по рейтингу выше, чем Шмейхель, поэтому будем его чаще выпускать. Санчес, Гомес, Канатеса, Юнцу у нас основные. Центральные защитники дальше, Фафану и Бенковича мы продаем, Ригелон, Хелиньо, Рикардо Перерро и Кастагне. Все здесь по два, не Диди, Минди, а основные у нас игроки. Так, ну, кстати, вот Минди, ему 29, Чудхури 76 рейтинг, ему 24, я бы лучше Минди бы тогда продал. Попробуем Чудхури, почему бы и нет, все-таки в рейтинге в единичку отличается, но 5 лет разницы, поэтому будем здесь делать на это именно. Акцент Дюсбери Холл мы сразу продаем, потому что рейтинг недостающий уж точно до нас. Здесь вроде как пока что все, и Хианачо тоже мы сразу продаем, не вижу смысла его держать, Хирста тоже на продажу. Вот так вот, другие команды, что у нас здесь, и да, с Тима Вернером мы договорились, но вот не хватает нам еще 16 миллионов. Молодежная команда, также давайте по общему рейтингу, Коглярелла, 72, ну вот максимальный рейтинг у нас 72, ну, вряд ли кого-то мы будем пока что забирать рейтинг. 80 плюс будет у нас молодежки, мы обязательно заберем. Так, Орбан у нас ушел, Варт ушел, то есть 2 продажи у нас, так сказать, и Анана, все. Так, и Хианачо, Бенкович, Дюсбери Холл, говорят нам пересмотреть контракты. Фафана плюс один к рейтингу, Гомезн, Диди, молодцы ребята. Цель в сезоне, возвращение арендованных здесь у нас очень много было. Ну и давайте, да, пересмотрим, может быть, контракты подорожей, продадим их. И Хианачо, Бенкович, Дюсбери Холл. Так, у Бенковича ничего, как компенсация за переход не повышается, поэтому я не вижу смысла с ним что-то продлевать, заново переподписывать. Вот сейчас посмотрим, 5800 у Дюсбери Холла. Вот с ним можно переподписать, у него на 2 миллиона повышается компенсация за переход. Ну и сейчас их Янаачо посмотрим. 13300 у него компенсация за переход. Ну вот тоже можно вот так вот переподписать с ним контракт. То есть все, с Бенковичем я не вижу смысла переподписывать, у него такая же стоимость и остается. Итак, важнейший трансфер. Давид Нерес из Аякса перешел за 43 миллиона в Эвертон. Шмехель может перейти в Уэст Бромвич. Вот такие уже слухи пошли. Нам пока же никакие предложения не приходили. Дюсбери Холл завершились. Так, ну и все, я так понимаю, да? Мы переподписали с ним контракт, принимаем. Насколько там, всего лишь на 252 тысячи, зато можем за его трансфер сейчас побольше компенсации получить. Их Янаачо тоже мы с ним на 5 тысяч буквально ему подняли, но зато компенсация за переход теперь будет там побольше. Так, в принципе все, я больше-то не знаю, что делать нам. Вариантов у нас никаких не остается, просто ждем, когда кого-то продадим. Денег у нас все равно пока что на покупку Тима Вернера нету. А Тима Вернера это наша сейчас ключевая позиция для новой, так сказать, схемы в новом сезоне. Итак, дальше смотрим. У нас быстро здесь проходит, скорее всего денег нам не хватит на покупку, потому что никем у нас не интересуется. Лаборда переходит из Монпилея за 13 миллионов в Астонвиллу. Рейтинги национальных сборных обновлены, а возглавляет ее Бразилия. Дюши перешел в Валвич из Бернли. И Рауль Хименес перешел в Арсенал из Волверхэмптона. Телеманс получил предложение от Ньюкасла. Как я и говорил, то есть странно, один из лучших наших игроков может перейти в Ньюкасл. Но нет. Шмейхеля хотят купить в Вестбромвич. Пока что я отклоняю, не вижу смысла. Фафана, мы его выставляли, может перейти в атлетик-клуб Бильбао. За неплохие деньги нам тут как раз, если мы сейчас вот так вот за 19 миллионов попробуем продать, то было бы все замечательно. Менги, наш опорник, в прошлом сезоне 18 матчей отыграл. Можем его продать в Валенсию тоже за неплохие деньги. Мне кажется, мы действительно сейчас сможем подписать Тима Вернера. Телеманс за 50 миллионов. Кстати, неплохие деньги, но нет. Телеманс вообще там молоденький, у нас да, 24 года, поэтому я не вижу смысла его пока что продавать. Айозу Переза хотят подписать в Эвертон. Я пока что тоже отклоняю. Ну и все. Поэтому как-то так. И Хианачо бы я бы в принципе-то даже и оставил. Вот действительно, потому что мне не хватит денег. Давайте я вот пока что оставлю. Мне не хватит денег на второго нападающего. Хирста мы продадим. Купим сюда Вернера. И у меня будет 4 нападающих, которых я могу, если что, ракировать по схеме 4-4-2. То есть на каждую позицию у меня будет по 2 игрока. Поэтому я бы оставил вот Ихианачо на пока что. Потому что в любом случае у меня никаких других вариантов сильно не будет. Итак, Ихатарен перешел из PSV в Астанвиллу за 26 миллионов. Так как упругляем. И Шмехель может в Кюртемойо перейти. Снова какие-то слухи пошли. Но за Шмехелем многие, кстати, интересуются. Фафану все-таки мы договорились продать за 19-18,5 миллионов. Пойдет. Все. Денюжки к нам. Также Минди за 6 миллионов мы отправляем в Валенсию. Супер. Так, здесь Брюхол. Кстати, вот, да, 5 миллионов в Китайскую Лигу. Почему бы и нет? Сейчас попробуем вот так вот за 7 миллионов его продать. Ну и все. А это значит, что мы подписываем Тима Вернера за 48 миллионов. 5,5 миллионов у него будет контракт. 87-й рейтинг у этого нападающего. Все супер. Тима Вернер, добро пожаловать в нашу команду. Ну а теперь давайте, я не знаю, по возрасту, наверное, посмотрим. Так, Шмехель, 35, Варди, 34, Минди. Ну вот, смотрим именно на два наших самых возрастных, на двоих наших самых возрастных игрока. Шмехель и Варди. То есть на замену Варди у нас есть и Лаутару Мартина с рейтингом 8,6. И сейчас будет Вернер, 8,7. То есть еще давайте посмотрим пол сезончика. За Шмехелем и за Варди. Если у них прямо сейчас колоссально пойдет рейтинг вниз, что вот, например, у Шмехеля вроде был 85-й. Два года назад, то теперь уже срезка так вот упал до 83-го. Посмотрим. Если будет там уже 82-й, то будем искать ему замену, продавать. Тем более, есть у нас лучший игрок. Это Анана. Ну и за Варди, я не знаю, был вот рейтинг 88-й, как я понимаю, 2 года назад. Ну вот сейчас из-за возраста тоже, если будет там опускаться, до 83-го доведем дело. То есть Шмехель уже сразу прям так, если будет 82-й, сразу же ищем ему замену. Варди, если будет 83-й, то есть ему еще два рейтинга, так сказать, из-за возраста дадим. Все-таки легенда клуба, поэтому дадим ему еще возможность, если что там забивается, рейтинг себе повысит. Итак, Тима Вернер тоже приехал на нашу базу, уже президент показывает ему нашу команду, нашу базу. Ну и все, это мне кажется очень даже неплохо, хоть и в реальной жизни он не такой уж и забивной, но за 48 миллионов подписать такого нападающего было хорошим решением. Фафана перешел в Атлетик Бильбао, Вернер к нам. Варди может перейти в Манчестер Юнайтед. А я бы сейчас, кстати, да, посмотрел насчет другого. Немножко вот Вернера, да, мы подписали. Дюсбери Холл за 6600 мы договорились с китайским клубом. Пожалуйста, все, денежки у нас более-менее какие-то, да, и появляются, кстати. Давайте теперь по рейтингу посмотрим. Так, ну вот этих парней мы сразу, да, ну вот их я начу. Я начу. Стоит сам по себе он 15 миллионов. И у нас и так есть еще в бюджете 15 миллионов. Я не знаю, вот правда. Кто у нас есть игроки, какие в списке. Это Вернер, 87-й, который уже у нас. И есть Габи Жезус, которого вряд ли мы уже сейчас подпишем. Хотя нет, шансы на успех есть, но у меня нету столько денег, что на его зарплату. Но в любом случае я правда не знаю. Пока что ставим Габи Жезуса здесь. Посмотрим, кого здесь нам еще-то находили. Здесь Кавани, ну возрастной игрок сильно. Есть Тэми Абрахам, тоже интересный игрок. Сейчас посмотрим. А вот с ним как раз-то и можно было бы договориться. Я бы сразу бы сейчас попробовал бы отправить предложение. У нас денег нету сейчас, но если что... Так, ну здесь Мбаппе, это прям что-то с чем-то. Все, и тогда получается, да, их Яначу мы продаем. На вот эти оставшиеся деньги мы тогда бы подписали Абрахама. В рейтинге уж точно он вот, естественно, получше. Тейшеры у нас пока что к рейтингу только добавил единичку. Ну вот, две потери. Это Фафана и Минди. Ну не потери, так сказать. А продажа ненужных нам игроков для их же лучшего продолжения карьеры. Нам стоило их вот продать. Итак, Депай переходит из Леона в Манчестер-Сити за 81 миллион. Вот это вот важнейший транс, действительно, в премьер-лиге. И Дюйсберихол переходит в китайский клуб. Так, что насчет Абрахама? Да, мы договорились за 23 миллиона. И за 2,5 миллиона будет в год он получать такую зарплату. И на понижение, причем зарплата пошел. Поэтому все. Теперь мы ждем только продажи Хианачо. Вот уже и Аугсбург. Ну, правда, копеечки какие-то. Но нам там и не так уж и много надо. Давайте за 12 попробуем. Там нам сколько-то надо? 23? Договорились, да. Ну, 24. То есть это 9 миллионов. Сейчас попробуем Хианачо в Аугсбург продать. И будет неплохой у нас игрок Тэмми Абрахам в нашей команде. Так, тренерская карьера. Нам здесь национальные команды, кстати, предлагают. Ну, Нигерия, Китай, США, Италия, Уругвай. Я бы, конечно, итальянца бы взял. Было бы интересно сейчас их потренировать. Но нет, все-таки у нас карьера за Лестер. Поэтому не будем пока что в сборную никуда уходить. Ладно бы в стримовой карьере. Там мы и тренировали сборную, потому что понимали, что это будет долгая карьера. Но здесь нет. Мы здесь полностью должны сконцентрированы быть на игре за Лестер. Фекир переходит из Бетиса в Ливерпуль. За 48 миллионов в Варни никуда не собирается. Отрицать слухи, а переходит в Манчестерин этот Блинт. Переходит из Аякса в Милан. Как-то так. Так, что у нас здесь? Все, Ихианачо. За 11 миллионов замечательно у нас и денежат. Сейчас хватит все. Прям тютелька в тютельку там нам практически хватило. Покупаем Тэми Абрахама. Замечательное подписание двоих нападающих. Вот как-то так. Да, Ихианачо уйдет. Теперь ищем, так сказать, замену для Чудхури. Он стоит 8 миллионов. То есть, сразу мы точно ему такого хорошего игрока на замену не найдем. Ждать нам придется долго, тем более и копить. Так что, продать Чудхури мы сейчас, ну, вряд ли получится. За тем более хорошие деньги. Да ладно, Минди он отыграл в прошлый сезон достаточно много, поэтому и перешел в Валенсию. Так, но у нас пока что денег-то и нету больше. Кого-то подписывать. Поэтому давайте соберем нашу команду. Теперь как она, как я ее вижу, в принципе. Так, ну вот, в стартовом составе, естественно, будут изменения по ходу сезона, там, по рейтингу от этого мы будем вот отталкиваться. Но все равно, она на наворотах. Ригелон в старте, Анхелиньо на замене Костагны также. И все здесь-то уж точно вот Чудхури. И про это мы берем на скамейку запасных. И отсюда уже вот сейчас будем отталкиваться на позицию стартового состава, естественно, Тима Вернер и Лаутара Мартинс. Будет варди, при всем уважении, но будет ротироваться вот так. Так, ну что же, слева будет играть Мэдисон. И так понятно. Я бы мог, конечно, и Барнса 81-го поставить на позицию ЛПЗшника, но пока что пусть так все будет. Так, варди, естественно, берем на скамейку запасных. Но, думаю, Барнса, наверное, все-таки, нежели чем Айозу Переза. Айозу Переза там на 3 рейтинга теряет Барнса всего лишь 2. Поэтому как-то так. Два наших центральных защитника будут ротировать это, я могу и без разницы. И того же Гомеса поставить вместо Канате, но у нас командный Днух на двоечку будет падать. Гомес с ростом 188, Канате 194, поэтому как-то так. Проиграл немножечко конкуренцию. Ну и вот здесь все. Вот они наши продажные игроки, которых мы выставили на продажу. Это Бенкович, Хирс и Ихианач. Ну вот сюда вместо Ихианач сейчас еще присоединится к нам Тэмми Абрахам. Поэтому пока что еще и Телеманцу отдам капитанскую повязку. Все-таки один из лучших игроков центра поля прошлого сезона. Итак, у нас сразу же матч Суперкубок УЕФА. Здесь еще и Трипье переходит из Атлетика Мадрида в Ливерпуль. За 23 700. Хианач перешел в Аутбург из Лестера. Абрахам присоединяется к нам. И мы выложимся по полной, говорит, Канате. Ну и Шмехель в Курте-Мою снова отрицает всякие слухи. Ну вот Абрахам присоединяется. Все. Все вроде как замечательно. В план игры теперь заходим. И вот так вот, даже вот так, парней переставляем. Все. Вот такая вот у нас будет скамейка запасных. Пока что из 4-х человек. Именно резерв. Гомес, Савинцу, Айоза Перец и Абрахам. Ничего лишнего. Сейчас просто продаем ненужных. И все. На этом дальше уже улучшаем наш состав. Все. А мы переходим к матчу против Манчестер-Сити. Они выиграли Лигу Чемпионов. В прошлом сезоне мы были от Лигы Европы. Смотрим по настрою. Шмейхель будет на оборотах. Как мы видим. И также скорее всего будет Варди и Абрахам в нападении на этот матч. Так, тоже немножечко поближе. Капитанскую, естественно, Адам Джейми Варди на эту игру. Вот, к сожалению, и Лаутара Мартинес, и Вернер, и Анана сплоховали. И, к сожалению, у некоторых дебют откладывается. Там дальше у нас суперкубок Англии еще будет. Поэтому посмотрим. Так, а что по формам? Чем им не нравится наша домашняя? Сильно ли будет там сливаться, я не знаю. Пусть они будут в розовенькой, мы в синей. Все. Состав Сити мы видим, что у них вратарь другой. Аликс Ремиро. У них, скорее всего, в принципе, наверное, продали они Эдерсона. Ну все. Зинченко, Аймерика Ляпорт, Аки, Уолкер, Фернандиньо, Сауль, Дебрюйне, Стерлин, Жезус, Ферранторос. Ну вот, Жезуса мы хотели приобрести, но по стоимости бы не договорились. Сити против Лестера. Поехали. Итак, Йохан Кройф Арена. Манчестер Сити против Лестер Сити. Вот так вот у нас сразу же английское дерби в матче за суперкубок УЕФА. Обладатель Лиги Чемпионов Манчестер Сити против обладателя Лиги Европы Лестер Сити. Поэтому будет очень даже интересно посмотреть на то, как сыграют и начнут новый сезон эти две команды. Тэми на Джейми Варди. Варди 1-0. 36-я минута. И вот это связка теперь у нас, так сказать, второсортных для команд у нас. Это вторые нападающие. Варди и Абрахам. Основным все-таки это будут Лаутаро Мартинес и Тимо Вернер. Но вот так вот в стеночку отыгравшись, Абрахам отдает свою первую голевую передачу за Лестер Сити. А Варди забивает очень важный гол в ворота Манчестер Сити. Неплохо, аккуратненько. Ну а вот здесь вот что, это 11-метровый или все-таки, мне кажется, да, это 11-метровый удар. Может так явно. Ну и стерлинг, конечно, кто как не стерлинг еще будет здесь зарабатывать. Но здесь прямо Канатэ, да, так грубовато отыграл. Ну что же, Каспер Шмейхель против Габриэля Жезуса. Нет, развел. Я долго смотрел, куда смотрит Жезус. Мне казалось, он будет бить в левый. Но нет, 44-я минута Жезус реализует 11-метровый удар после заработанного на Рахиме Стерлинге в фору. Пошла хорошая такая дальняя закидушка. Так, Варди с мячом на Вернера. А вот и Вернер. Отличный шанс у Тима Вернера. 2-1. 114-я минута. Тима Вернера забивает свой дебютный гол за Лестер-Сити в матче за Суперкубок УЕФА. Смотрим еще раз. Правит. Здесь Варди еще выдает голевую передачу. Но под уставших уже защитников здесь Вернер замечательно убегает. И забивает свой же дебютный гол в дебютном матче за Лестер-Сити. И все. Финальный свисток. Варди и Вернер победили. Сегодня Манчестер-Сити вдвоем, можно так сказать. Ну, Варди действительно герой сегодняшнего матча. Гол плюс голевую передачу сейчас еще и выдал на Тима Вернера. Вернера было выпускать риском для меня. Потому что у него и у Лаутара Мартинеса была плохая мораль перед этим матчем. Но я все-таки осмелился, выпустил его. И вот так вот забил Вернер. Важный гол, важная замена все-таки произошла. И очередной трофей за нами. Поздравляю болельщиков Суперкубок УЕФА. С нами осталось только единственным Еврокубоком, кстати, выиграть. Это Лигу Чемпионов, за которую мы и нацелимся в этом сезоне. Все. Ну, по статистике просто переиграли. И Владими, и по ударам чаще били. Хоть и не выходили все в атак, как это было с Манчестер Сити. Ну и Варди 7,5 оценку получает. Итак, снова у нас сейчас матч за важный трофей. Мы в роли аутсайдера снова встречаемся против Челси, обладателя титула английской премьер-лиги прошлого сезона. И мы выиграли Кубок Англии. Так, а у нас здесь трансферы. Уильямс Иньяки, я так понимаю, да. Из атлетика Бильбао за 39 миллионов переходит в Эвертон. Но там Эвертон сейчас такой мощный состав собирает. Удачно присосов в команду, про Вернера говорят. И Рикардо Перерра получает статус «Боец», прозвище. Варди у нас «Тигр», прозвище. А вот Рикардо Перерра именно роль получает «Боец». Ну и тренерская карьера. Наш, получается, уже третий дотитул. Это Суперкубок УЕФА. Ну что же, а у нас сразу же игра против Челси. Сейчас Тэми Абрахам может выйти против своей бывшей команды. Смотрим по готовности. Анана сегодня у нас дебютирует. Также вместо Ригелона выйдет Анхелиньо. Тэми Абрахам, к сожалению, не выйдет. У него плохая форма, как мы видим. Ну и Ундер с Мэдисоном, хотя Ундер здесь немножечко уставший. Давайте я возьму вместо Барнса лучше Айозу Переза. И, наверное, вместо Чудхури Барнса. Потому что, ну, мне кажется, если что, мы можем перейти в схему с двумя центральными полузащитниками. Но вот фланги, если что, мне нужны свежие. Поэтому Челси против Лестер Сити. Маль за Суперкубок Англии. Поехали. Итак, Челси против Лестера. Суперкубок Англии. Мы на Уэмбли. Здесь же и проходил для нас финал Кубка Англии. Где мы обыграли минимально Манчестер Юнайтед. И тогда Джейми Варди забил тот замечательный гол. После полной доминации от Манчестер Юнайтеда во втором тайме все-таки у Варди получилось один-единственный момент реализовать. Друг друга не поняли. Ундер хотя бы на подборе. Здесь Лаутаро Мартины с опасного угла пробивал. Жалко, что на Вернера мяч сразу не отскочил. Мэдисон. И Лаутаро 1-0. Вот так вот. 12-я минута. Лаутаро Мартины забивает свой первый гол в этом сезоне в матче за Суперкубок Англии. Ну вот она. Вот она наша банда из четырех топ нападающих мировых. Лаутаро Мартины с Тима Вернер. И вот Джейми Варди тоже можно бы туда записать. Потому что все-таки благодаря его важным голам, ассистам в прошлом сезоне мы выиграли Лигу Европы. Но Тэми Абрахам покажет, наверное, только уровень, так сказать, такого английского футбола. Вот как-то так. Телеманс. Неплохо на Тима Вернера на фланг. Мэдисон в плотную опеку пошел от игроков Челси. Пошла подача на Лаутаро Мартины. Ундер все-таки забивает. И это 2-0. Минди там уже не смог ничего сделать. И Ундер забивает первый гол здесь в этом сезоне. 70-я минута, 71-я. Ундер делает счет 2-0. Это Мэдисон в Лаутаро Мартины неплохо так пробил с подачи от Тима Вернера. Смотрим еще раз. Здесь как-то таким рикошетом от вратаря. Но все равно гол будет записан на Ундера. Йонг, Эшли Янг, выходит вместо Эриса Джеймса. Вот так вот, наверное, подписали его из Интера. И в подборе сейчас за Лестером. Но все равно уверенная победа Лестера против Челси. 2-0. И вот так вот Силиланд Джерард на старте с нового сезона забирает 2 трофея. Очень важных, которых еще не было у Лестера под его руководством. У них все супер. 2-0. Обыгрываем очередного соперника. Снова забиваем, кстати, два мяча. Ну и вот Лаутаро Мартинос забил. И забил еще Чингис Ундер. Суперкубок Англии. Не знаю, заслуженно, не заслуженно. Но вот то, что мы обыгрывали лидеров, это было еще и в прошлом сезоне, во второй половине сезона. Мне кажется, здесь команда действительно, если мы будем так играть с топами, не проигрывать матчи аутсайдерам, то уж точно позицию выше мы обязаны занимать с таким составом в новом сезоне. По моментам, так бы и сказал, что мы где-то превосходили. В Ладине 50 на 50. Вот три удара у нас створ, два гола. Два удара в створ у Челси, у них ноль голов. Молодец, очень хорошо отыграл Анана. И Анхелиню, мне кажется, очень хорошо даже сыграл этот матч. Ну и Ундер еще стал игроком матча. Итак, 2-0. Лестер празднует победу. Так, а здесь Лорен Синтини переходит из Наполи в Арсенал за 56 миллионов. Мы лучшие, это свершившийся факт, говорит Девинсон Санчес. Бернардо Сильва переходит в Челси как раз из Манчестер-Сити. Ну и Мартинес говорит, это ничего не меняет, про вызов в национальную сборную. У нас здесь уже четвертый трофей в нашей копилочке. Это Суперкубок Англии, но мы готовимся к английской премьер-лиге. Здесь не такие уж важные матчи у нас сегодня, это против Норвича и Брайтона, но все же. Итак, что вы чувствуете перед первым матчем? Мы возьмем хороший старт, будет легче завоевать титул, фанаты будут нами гордиться. Мы готовы к этому противостоянию. Давайте фанаты будут гордиться, мы все-таки играем ради фанатов и за них. Поэтому все от этого будет зависеть у нас. Итак, работа скаутов. Нам нашли опорного полузащитника, даже нескольких. Родри, интересный вариант из Манчестер-Сити. 25 лет, рейтинг 8.6, неплохо. Дальше Дэниел, вроде его Дэниел зовут Райс, из Уэстхэма. Тоже очень хороший игрок, тем более с английским паспортом. 22 года ему. Закари, швейцарский игрок, интересный, тоже ему 25 лет. Поэтому возьмем их всех, конечно, посмотрим. Я даже могу сейчас прямо начинать договариваться. Вот Джезус отсюда вот уберем. Из этих всех игроков, естественно, я бы хотел бы Родри. Потому что все-таки у основного нашего, так сказать, конкурента. Вот игрок. Родри и Закари обоим по 25. У них рост еще 191 тоже одинаковый. Вот поэтому давайте будем договариваться. За 36 миллионов попробуем. Еще и зарплатки так неплохо. Но в любом случае отправим. Когда деньги будут, тогда и подпишем. Вряд ли там Родри будет здесь-то уж точно в игре спорить с нами. Дебютный для нас матч в английской премьер-лиге в этом сезоне. Так. Ках Вэйчи переходит из Истанбула Башхахахира за 12 миллионов. Там, смотрите, прям как по скидке, как будто купили 11-990 из Истанбула Башхахахира. Он переходит в Тоттенхэм. Вот так вот. Мы играем сейчас против Норвича. Они идут прямо рядышком. А, здесь нам, походу, весь календарь так предоставили. Следующий матч у нас там действительно против Манчестера будет. Но как-то так. Давайте дебютный матч мы сыграем первым составом. Забирайте нам немножечко расслабимся. Потому что у нас дальше игра против Манчестера. Нужно быть составом этим готовым. Ну что же. Смотрим на наш состав. Кто готов, кто не готов. Видим, что у нас большая сейчас проблема с центральными защитниками. Даже Бенковича мне приходится брать. Которого мы хотели вообще продавать. Кастагны будут без формы играть. Как мы видим. Все ужасно у нас. Ну и все. Вот действительно. Канатэ плохой формы. Гомес был. Вот придется нам все-таки изменять. Немножечко состав. Давайте я также Айозу Переза возьму вместо Ундера. Потому что дам ему немножечко отдохнуть. Все. Вот таким составом мы выходим. Телеманс путь будет с капитанской повязкой. Потому что у Санчеса бы мог дать. Но у него вот плохая форма. Поэтому Лестер Сити против Норвич Сити. Поехали. Итак. Кинг Пауэр Стадиум. Лестер Сити возвращается на домашний свой стадион. Надеюсь, что в этом сезоне у нас получится завоевать более высокое место в английской премьер-лиге. И 1-0. Тима Вернер забивает для себя дебютный гол в английской премьер-лиге. До этого он выступал. Если не ошибаюсь, но он в Челси же был. Потом его купила вроде как Бавария. И мы уже с Баварии его забрали. Ну вот. Перед самым перерывом Вернер забивает. Я просто боялся, что там будет положение вне игры. Но нет. 1-0. Подача. Бенкович. Ой-ой-ой-ой. Здесь проиграли просто подбор. Буэнди нам забивает. Обидно. Действительно обидно. За то, что здесь так и Анана сместился. Ушел из ворот с позиции. Но как Бенкович сейчас сыграл. Это просто ужас для меня. Ничья против Норвич-Сити. Били по ходу матча. Там свои, естественно, моменты где-то не реализовывали. Мало били. А вот у Норвича также один удар, один створ. Но Вернер игрок матча. После первого тура мы на 10-й строчке. Привычная для нас на самом деле ситуация по прошлому сезону. Но очень обидно, что вот так вот получилось сыграть с аутсайдером. Итак, Паласио переходит из Болонии в Кристал-Пл. За 4,73 тысячи. Ну и чок Вернера превосходит все ожидания. Ну и вот сыграли в ничью. Очень обидно. Итак, Родри. Мы договорились с ним. Отлично. За 38 миллионов. И с зарплатой в 6 миллионов. Естественно, мы ему повышаем. Для того, чтобы он перешел из клуба конкурента. А вот Хирст может перейти сейчас в Вестбромвич. Если я не ошибаюсь, они вылетели в чемпионшип. Поэтому вот за 3 миллиона сейчас продадим. Итак, Ливандовский удостоен награды. Лучший футболист Европы. Ну вот за что, мне интересно. Там вряд ли... Ой-ой-ой. Я уже увидел жеребьевку Лиги Чемпионов Барселогана. Нам сразу попадается там. Так. Что у нас здесь? Бенкович в Айнтрахт за 4 миллиона. Хотя, ну, за 5800 попробуем. Так. Ну, во-первых, я бы хотел посмотреть других игроков еще на это звание. Так. Лучший футболист Европы. Дальше идет Луис Суарес и Крещану Роналду. Ну, вот как-то так. Ну, и сейчас посмотрим жеребьевку Лиги Чемпионов Барселона. Уже я увидел у нас в группе Шахтер и Миддлэн. Ну, в принципе, в принципе, со второго места можно из этой группы выходить. Если там фарт нам попадется, то, может быть, и с первого выйдем как-нибудь там в Барселону. Пытаемся обыграть. Тем более, еще и начинаем с ней на Камп Ноу. Ну, это просто сказка, а не начало Лиги Чемпионов. Итак, Ван Дайк в группе Смерти. Я что-то там не посмотрел другую, но не сильно мне интересно. Лукас Эвангелиста из Нанта. За 4 миллиона переходит в Литц. Ну, и Вернер снова же превосходит все ожидания. Так, Шмейхель у меня снова хотят купить в Манчестере Юнайтед за 5700. Я бы, конечно, хотел его туда продать для, так сказать, исторического события, но нет. За 2800 переходит Хирст в Вестбромвич. Желаем ему удачи. Ну, и все. По сообщениям-то у нас там больше ничего особенного-то и нет. Ну, и все. Сейчас мы будем играть против Брайтона. Они тоже сыграли в ничью первый тур. Ну, вот дальше у нас будет два плотных матча. Это Барселона, это Манчестер. И не знаю, куда нам стоит разделиться. Либо действительно все силы бросить в Лигу Чемпионов. Либо... Либо я не знаю. Так, Зигелар переходит из Удинеза за 1400 в Crystal Palace. Вот, Хирст уже представлен игрокам и болельщикам Вестбромвича. Поехали. У нас выездная игра против Брайтона. Ротирую, естественно, состав. Более-менее где-то попытаюсь. Например, Прайд выпущу. Почему бы и нет. Гомеза вместо Канате. Тэми Абрахама вместо Вернера. И Вернера возьму на скамейку запасных. Также Барнса вместо Мэдисона. Лундер пусть отыграет. Анхелиньо. Также вот на поле. Все. Вот таким составом. Шмехель с капитанской повязкой. Брайтон против Лестера. Поехали. Итак, Фалмер Стадиум. Брайтон принимает Лестер-Сити. Мы заряжены. Тем более у нас следующая игра в Лиге Чемпионов против Барселоны. На Камп Ноу. Я не знаю, как мы сейчас будем на два турнира раскладываться. Вот про что я, собственно, и говорил. Будет очень обидно, если мы будем терять очки с командами, так сказать, второго эшелона. И вот сейчас это и происходит. Две ничьи на старте. Хотя обыграли и Манчестер-Сити, и Челси. В двух важных матчах старта этого села. Ни одного удара в створ и Велкман игрок матча. После второго тура мы опускаемся на одиннадцатую строчку. У нас два очка. Так, Амаду переходит из Севилья в Нью-Кассел за 3.700. Ну, вот здесь опять про ничью нам эту говорят. Так, ну и что у нас по переговорам? Естественно, моя команда. Бенковича за 5.500 забирают. Не продлить, не продлить. Забирают в Айнтрахт. Итак, Фулквер переходит из Гранады за 3.5 миллиона в Шеффилд Юнайтед. Ну, а у нас последние часы трансферного окна. Кайо Пантелау перешел за 3.600.000 из Краснодара в Манчестер Юнайтед. Тут уже по моим игрокам снова Чудхури. Так, а мы его выставили. Но вроде нам его еще не надо продавать. Ну, вот Норвич заинтересовался. Нет, мы пока что отменяем, потому что у нас нет денег на его замену. Хатчинсон перешел из Бешикташа за 23 миллиона в Манчестер Юнайтед. Итак, у нас пресс-конференция, посвященная началу Лиги Чемпионов. Легко ли вы сможете стать лучшими в группе? Интрига сохранится до конца. Мы с Теллимансом. Я не знаю, почему Теллиманса, кстати, взяли. Действительно, говорю, он лидер команды. Так, самый громкий переход. Это Инсини в Арсенал из Наполе. В завершение трансеров всех. Вот так вот. Скауты нам снова находят опорника. Причем нашли одного. Это Лука Старейра. Да, ну ему 25 лет, кстати, тоже можно было забрать. Давайте попробуем с ним, посмотрим. Вот, кстати, да, с ним-то у нас более-менее шансы есть. Не знаю, может даже вот так вот бы попробовали. И перепродажу 10% бы включили. 15%. Попробуем, почему бы и нет. Тем более Тореру мы бы сейчас без проблем бы забрали. С рейтингом 86 из лондонского Арсенала. Было бы вообще супер. Так, сборный месяц, естественно, у нас никто не попал. По рейтингам здесь только игроки-молодежки. Но мы также будем смотреть за рейтингами минус у Варди и у Шмейхеля. Не забываем, что этих двух футболистов мы можем вот продать. На этом все. Сегодняшний выпуск у нас подходит к концу. Неплохо стартовали, я считаю, два трофея уже забрали. Но вот в английской премьер-лиге снова вот эти вот проблемки у нас начались. Ну вот, начнем Лигу Чемпионов в следующем выпуске. Ребята, всем спасибо большое за просмотр. Напоминаю, набираем 10 лайков под этим видео, сразу же выходит следующее. С вами был Андрей, канал Футбол. Это жизнь. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. Ну и все. На этом все. С вами был Андрей, канал Футбол. Это жизнь. До новых встреч, друзья. Всем до свидания.